мыслим тебе не могли бы пояснить какой группе или имени относится сура 9 сура 9 относится к имени ар-рахим ар-рахмана рахи вот мы говорили все алиф ламмин это аяты суры фатиха вторая сура бисмалай рахман рахим третья сура алхамду лилляхи раббил алимин седьмая сура ар-рахмана рахи ассуры которые не начинаются из этих мухаттат они раскрывают как приложение к этим основным суром седьмая сура и седьмая сура раскрывает ар-рахмана рахим ар-рахмана рахим дальше раскрывается через две суры со сура ан-фаль и суда тауба ан-фаль раскрывает ар-рахман а того раскрывает ар-рахим кемаль салам валик салам основной призыв аллаха в куране поклоняйтесь аллаху не продавайте ему со товарища чтобы поклоняться аллаху жить в соответствии установленными с установленными она в природе законами и дополнительные еще озвученными в неспосланных книгах это одно и то же и когда человек следует этим законам он поклоняется аллаху что-то ващих по курану шик устанавливать свои законы наперекор законом аллаха то есть претендовать на одну или более функции аллаха как со товарищей вот аллах например установил законы по распределению материальных ресурсов если человек выходит и говорит я устанавливаю другие законы незаконы аллаха или другие законы которые противоречат законам аллаха например рыба узаконил рыба хотя он запретил рыба да вот он как претендент на пост законодателя салам алейкум 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 салам о каких посланцах идет речь он посылает к вам хранителей когда кому-нибудь из вас приходит смерть наши посланцы умиршляют его и они не делают упущение это силы которые прекращают жизнь и жизнедеятельность человеческого организма когда три системы прекращают свои функции все человек умирает вот в хране где ты теперь скажу что три системы система кровообращения нервная система дыхательная система где она дает это все универсальными терминами меляйка русу день ашура откуда это взяли суниты и шииты это надо посмотреть по каким датам я не особо интересовался этим ашура но есть есть рожащей на рожащей на начало года 1 с сена и вот там держали после 10 дней оттуда оттуда взяли как салмар ашура и и практикует посиди 40 1427 имеет ли это а это отношение к сказке могильным мукам нет ни один а это не имеет отношения к могильным мукам потому что их нету если были сотворены могильные муки аллах бы это упомянул хотя бы в одном айти не в одном айти хуран этого нет а саламу алейкум кимару алейкум салам как вы считаете почему из многих мусульманских стран а и живут очень благополучно связано ли это с тем что они не строят свое законодательство на хадисах никто свой законодательство не строит на хадисах это чисто медийная такая ширма хадисы и религия и так далее в истеблишменте оае там есть и семьи скажем аль макту на семейство макту они в сговоре с мировым истеблишментом гейдер джемаль очень много говорил мировой стеблишмент там европейские правящие там династии там транснациональные корпорации которые вообще стоят выше всяких государств и государственных других политических структур даже выше чем он или какие-то там вуз всемирная организация здравоохранения и диктует им свои условия и требования а вот они али макту и другие эмиры они связаны принятые туда другие не приняты российская правящая элита давно рвется туда чтобы их наконец-то приняли но их не принимать почему потому что потому что они то есть участники вот этого истеблишмента поделили сферы влияния по всему миру и у них неплохо получается иного участника туда нету места нету места эти правящие элиты они имеют родословную скажем да да ибраим алейси даже не до мухаммад алейси если есть родословно дом мухаммад алейси лам то значит до него еще до исмаил алейси лам есть вот это родословная то есть это считается до исмаил алейси лама исмаил алейси лам это сын евро им до евро мальса а кто наши правители кто это люмпин бюрократы по сравнению с мировым истеблишментом они никто абсолютно никто абсолютно никто кто там еще есть например император японии который правит несколько то там столетий кто там есть но вот эти правящие правящие династии там родословные в россии было правящие семья их свергли вообще неизвестно убили кто-то говорит не убили в общем их нету у власти поэтому кто придет в россии или там у нас в казахстане власти и постучит двери этого истеблишмента даже не ответит даже не впустит ближе к двери вот им им обеспечена безопасность они постоянно в контакте в сговоре и любви в согласии с истеблишментом истеблишмент объявляет начинает войны где они начинали войны в афганистане никто не не защищает мировой на мировой арене афганистан когда-то советский союз был но советский союз ушел все это бесхозные территории египет сирия ирак украина ночью вот такие вот осиротелая территории там они проворачивает свои грязные делишки те регионы которые взяты под контроль и под защитой частей от этого мирового истеблишмента там ничего никогда не будут не вене войне катастроф еще не будет они могут дальше строить небоскребы рядом в ираке война рядом в афганистане война а тут мирно тихо и спокойно можешь дальше делать инвестиции гарантированно в китае никому из им просто прикрывается красными флажками а это это потому что я говорил там китайские коммунисты официально там кпк коммунистическая партия китая олигархия ростовщичества вниз основания считать что они на самом деле под американцами ходят но это все равно не спасается талибов это если если и вправду олигархия ростовщичества и под американцами ходят то это еще больше ставит в посмешище талибов они воевали с талибами они теперь дружат с китайцами которые под американцами ходят я слышал что вся инвестиция там в китае это американские деньги поэтому они как бы играют плохого там хорошего полицейского хотя никто не не играет хорошего полицейского но о взговоре короче стоит ли например мне доносить местным суннитом их неправоту если вот почему мы вспоминаем 51 56 я сотворил людей из джиннов только для того чтобы поклонялись мне да вот это как раз и говорит об этих группах которым было не способна на писание но которые по прошествии времени отошли сегодня это суннизм шизм время не с послание курана это были иудеи и христиане сегодня это суннизм шизм как мусульманский вид иудаизма и христианство а также еще есть вид на джусизма это сувизм на джусизм они там верили каким-то мистическим силам на у нас только суфисты верят в арвах и и так далее куран приказывает фазеккер напоминай фаина зикра танца альму мини напоминание может быть полезно только уверовавшим верующий да это одна категория а у нас еще две категории которые знают но не последовали которые не знают и поэтому не следует вот им напоминание именно по теме которые бесспорно которые и так нужно принять надо этим размышлять и на основе этого пересматривать свое мировоззрение если будешь это знать и на основе этого пересматривать то все изъяны все заблуждения и так будут понятны например у меня халах туль джинна валь-инса или али-ябудун мухаммад алейсалам адресовал иудеям и христианам если они они конечно формально примут это как только они формально приняли нужно будет развивать эту мысль если аллах сотворил только для того чтобы ему поклонялись то почему вы берете раввинов первосвященников господами помимо аллаха почему вы возвращаете и са алейсалам нарем как сын бога или как матерь божия почему вот надо сначала дать один бесспорно и приняты ими же концепт и на основе этого при приемлемого для них развивать их ложные убеждения у нас это будет выглядеть следующим образом для или голова да да нет никого достойного поклонения кроме аллаха да конечно но что такое поклонение будет ли считаться поклонением то например если я скажу какой-нибудь религиозный вердикт и ты примешь а этот вердикт будет будет против того что сказано в хуране самим аллахом будет ли это поклонение но он скажет да будет но тогда почему хадисы которые говорят совершенно противоположное а это хурана вы принимаете это разве не ширк ну приблизительно вот это но сразу вот так объявлять их кафирами это даст контур продукцию контур продуктивный будет франция мизу ассаламу алейкум алейкум ассалам является ли условный хадисит который считает что нас нужно убить за то что мы не принимаем книги их шейхов ближе к нам чем какой-нибудь христианин или июзей но христианин и или иудей а думаю что он не будет убивать что ли они убивали за всю историю они тоже убивали нас то есть мусульман шли войны на всей территории той географии которая столетиями была колонии там они убивали там они брали в плен там они превращали в рабов торговали это еще в 20 веке продолжалось и вот две последние войны в ираке в афганистане от которой страдают такие же мусульмане какие мы вот теперь уже их отголоски достучались до наших дверей это если ты считаешь что они не убивают тогда ошибаешься а тот хадисит которые считают что нас убить нужно за то что мы не не принимаем книги их шейхов они у них такая возможность вероятность если они примут поймут то что еще не понимают поймут что книги их шейхов далеко не религиозный источник в религии аллаха тогда они могут оставить свое желание убить нас а христиане и людей не такие они даже если не будут убивать они не будут защищать тебя если сунниты будут тебя убивать скажем за отказ от от хадисов то есть говорят наши хадиситы и братья но они еще туда добавляют еще других источников как религиозные вот эта проблема вот эту проблему если решить то они станут нашими братьями талиб является приверженцами ашаризма что можете сказать об этом течение но ашаризм как течение ничего ничего такого специального не не создает образуется некая религиозная группа и объявляет то что распространено на той территории я не видел нигде скажем политики выходили и призывали скажем к к христианству в афганистане или в иране или в турции почему потому что электорат не христиане электорат друг другой веры они будут выходить держать хуран говорит аллах ислам мохаммад сану аллаху алейхи вассалям почему потому что заполучить надо голоса такие же политики на других территориях будут держать другие другие книги вот трамп держал там библию не знаю то ли ветхий завет то ли новый завет в общем библию он держал говорил вот голосуйте за меня почему потому что я библию держу и то же самое и держит эрдуан держит хуран за день до выборов он там читает дома суру и на фатах на лека фатхан мобина сын там снимает на камеру как будто это приватная и потом распространяют через неофициальные социальные сети и мусульманская верующие религиозный электорат части электората смотрят говорят о наш аллах куран читает а кто его оппонента куран читает все какие-то кема листы все светские лучше вот за нашего любимого мусульманина верующего читающего хуран отдадим голоса отдали голоса а потом что разницы между трампом эрдуаном и там кто там дезертирована ашраф хами нет никакой те же самые коррумпированные продажная и трусливые так что ашаризм не есть причина ашаризм не есть причина ваня хадыров скоро начнется период сбора уже да я правильно понял что вы считаете именно это рамаданом ответьте ради аллаха ща рамадан это период урожая месяц урожая вот когда собирали урожай вот этот период не обязательно это должно длиться целый месяц там скажем четыре недели нет несколько дней вот у аль-фараби есть недавно он выпустил очень хороший клип я кстати рекомендую и кто не смотрел посмотреть что вот эта форма а я нам надо удар есть специально такая форма в арабской грамматике обозначающие от 3 до 10 кстати я вот такой форме говорил в 72 суре на фар на фарм меня джинни пророку приходили люди но там сказано фарм на фары так группа от 3 до 10 человек то есть у них есть единственное число двойственное число и множественные числа да там муфрат джим и двойственные тасния но среди множественного числа тоже есть этапы от 3 до 10 это одно одна одна группа и так далее а вот так что шару рамадан это не месяц целый месяц а тот период чар это вот когда люди собирали как фестиваль как ярмарка как празднество очень люди собираются собираются в одном месте на несколько дней пока этот урожай не распределять в достаточном количестве чтобы прожить зиму то что 6 месяцев работали на полях и теперь надо уже входить в зимний период хадж это вот этот цикл начала года через 6 месяцев уже зимний период чтобы вот этот зимний период из 6 месяцев не остаться голодным нужно обеспечить всех необходимым запасом вот тогда кто работал на на полях они приносили и обеспечивали своих же родственников это были дали израиль все родственники достаточным объемом запаса на зиму и вот когда все благополучно достигали весны весеннего равноденствия они тоже собирались возводили их хвалу на господа и уже переходили на летний образ жизни кто-то того выходил на полях кто-то на пастбище и тогда работаю 6 месяцев и тоже также осенью если вы сегодня также работаете на сельском хозяйстве и урожай собираете в эти дни вот тогда нужно будет в первую очередь думать о нуждающихся но сегодня не все заняты земледелием у кого-то скажем торговля в торговле есть свои пики сезонов когда самый больший доход опеки вот тогда нужно в первую очередь давать нуждающимся и потом оставлять это чище как финансовом так и в социальном так и в моральном психологическом отношении потому что ты будешь сытый а сосед голодный это это не по-человечески но вот эти принципы 49 14 49 14 пришли к тебе арабы и говорят мы уверовали запрещается признать их верующими и говорит вы еще не уверовали иман не вошел ваши сердца вы говорите мы покорились вот помните в вопросах когда была разница между мумин и муслим я проводил муслим это законопослушные граждане вот в россии например если законопослушные граждане которые не нарушают закон в россии платят налоги на красные не пережив не перед пересекают и так далее они законы не не нарушают они муслим и муслим и уране это по отношению к законам аллаха но они могут не верить политики правительства они не могут мой может они не верят в обещание правителей но не нарушает арабы когда это 40 после фатха мекки после как то когда мекка была открыта сура до этого открыта мекка поэтому арабы приходят и говорят мы верующие вы не верующие вы еще не верите в нашу идеологию в братство в равенство то что нужно самому создавать творить и обеспечивать слабых нет вы проиграли политический политический бой вы подчинились нашим законам вы пока еще не не носители нашей идеологии сам алейкум кимал сказано ли про рамазан в ранее как раз сегодня говорил это период сбора урожая но пересмотришь в начале эфира салам алейкум салам единство людей не было и не будет а никто не хочет единство единство людей никогда не будет потому что есть верующие есть неверующие аллах запретил верующим единятся с неверующими это уже отдельно 2 2 мира мы обречены жить в этом мире постоянного конфликта разногласия лжи и противоречия в суден день создать и всего сущего покажет нам кто в чем заблуждался одно такие известные вещи никто не спорит об этом тут даже и вопроса нет а вот вопрос есть здесь по-твоему люди лгбт такие из-за воспитания или они сами такие по природе если воспитание то почему некоторые дети пара пророков решались на преступление плохое воспитание я не знаю я не интересовался вообще вопросами лгбт и так далее я далек от этой темы софия ридеал всевышний дает каждому выбор но есть те кто родился с какими-то дефектами например тот парень который в школе устроил стрельбу он изначально родился таким небольшой стресс убил людей это же не его выбор что будет с такими людьми с душевно больными я не знаю я не знаю если человек даже если душевно больной даже если в состоянии там как называется аффекта если он вменяемые знает что берет в руки скажем там чего сделала стрельбу там вот из скажем оружие да и знает что если нажать на к урок там человек погибнет что это плохо этого достаточно в этой суре как я понял в основном говорится о будущей жизни человечества это все как и все суры имеют два мирское и исхатологическое измерение мирское измерение это открытие мекки мирское измерение это открытие мекки этим арабам аллах угрожал открытием мекки что вы верите в золото серебро то что у вас сегодня есть но придет время а вы будете лишены этого лишены всего чем вы владеете и чем вы кичитесь вы будете лишены это в этом мире но этим не не закончится вы будете еще воскрешены и там будет спрос отдельно и наказание вечное в мирском измерении это было уже реализовано осталось лишь и теперь из этого исхатологические